Полинезия с высоты птичьего полёта. Четверг на Таити. Режиссёр Яник Шарль. На окраине полуострова Тайропу понтоны на сваях свидетельствуют о том, что, несмотря на видимость, эта часть острова Таити не так уж необитаема. К этим причалам, тянущимся от затерянных в зелени домов, пристают лодки местных жителей. Здесь лодки — единственное средство связи с остальным миром. Может, благодаря отсутствию дорог или из-за буйной растительности, но здесь особая атмосфера. В сезон дождей здесь должно быть очень одиноко. Но сейчас, в мае, когда всё больше и больше ясных дней, никакого намёка на скуку. Эта часть Таити создана для тех, кого называют природными людьми. Это место, где каждый бы смог жить счастливо и в гармонии. К западу по дороге на Большой остров в направлении проливов океан вдруг становится более бурным. Об этом месте мечтают серфингисты со всего мира. Это Тихупу. Тихупу и его легендарная волна, считающаяся одной из самых высоких, самых длинных и самых сложных на планете. Здесь нет ни сильных приливов, ни сильных отливов. У подножья гор есть небольшое плато, которое круто обрывается, что приводит к образованию волны. Порыв ветра далеко в океане в тысячах километров. И Тихупу наводняют серферы из близлежащих районов. Когда же волна спадает, любопытный и смелый серфер может обратить свой взгляд в сторону гор и подумать, что было бы неплохо однажды пройти горными тропами. Все, он попался. Их часто скрывают облака, а еще чаще – дилювиальные дожди. Перед вами вершины полуострова Тай-Рапу. Необычный геологический объект. Крутые склоны и буйная растительность делают эти горы вулканического происхождения практически неприступными. Кажется, что даже животные здесь редко появляются. У подножия этих полинезийских гор побережье, цивилизация и обширные равнинные территории, пригодные для естественных занятий человека, сельского хозяйства и скотоводства. Это Нормандия в миниатюре. В 17 тысячах километров от Лизьо и Карантана. Это полинезийская житница. Зеленая сочная трава, близость моря. Единственное отличие от настоящей Нормандии – коровы, скрывающиеся от палящего солнца в тени деревьев. Объединенный перешейком, остров Таити состоит из двух островов. Полуостров Тай-Рапу, его мы видим там вдали, и Таити-Нуи. Большой остров Таити – самый густонаселенный среди островов французской полинезии. Оживленная дорога тянется по побережью вдоль всего острова. Ориентироваться здесь помогают не только названия населенных пунктов, но и знаменитые ПК – путевые километровые знаки, пронумерованные от нуля до 60, установленные с запада на восток. Чем меньше значение ПК, тем больше плотность населения. ПК-15 – это уже пригород столицы Папе-Эте. Население Полинезии – 260 тысяч человек. Из них три четверти живут здесь. Пляжи с черным песком сменяются пляжами с белым песком. Рядом с лагуной шикарные резиденции, затмевающие домики на сваях, которые мы видели на полуострове. Для щедрых субсидий в метрополии определенно есть основания. Ядерные испытания на атолле Муруроа оказали влияние не только на местную экономику, но также и на здоровье жителей архипелага. Чтобы оказаться на свежем воздухе и избежать от городской толчьи и суеты, Таити предлагает отличный вариант – отправиться в горы. В нескольких минутах полета от моря возвышается диадема высотой 3 121 метр. На северо-западе острова вершина Оруэна – 2241 метр. Это самая высокая гора французской Полинезии. Чтобы спуститься с Полинезийских Альп, нужно просто следовать долинами. После головокружительного спуска у подножия склона перед нами предстает ППЭТ. ПК-10 – порт Таити, в который заходят великолепные яхты. ПК-5 – международный аэропорт Таити. По прибытии пассажир из Европы не могут оторвать взгляд от лагуны. Их можно понять. Но скольки из них знают, что вдоль взлётной полосы тянутся одни из самых обширных трущоб Полинезии. Выйдя из порта ППЭТ, мы встречаем парусник, отправляющийся на острова Фиджи. Это одно из больших частных судов, в который периодически заходит в воды Полинезии. Сегодня это знаменитый Эндевор. Он показывает нам дорогу к острову Муреа, расположенному в 17 километрах от Таити. Муреа также один из наветренных островов, но он отличается разнообразием ландшафтов. Здесь встречаются равнины, но также протяжённые бухты, такие как бухты Кука и Опаноху, которые влекут нас в горы, возвышающиеся над ананасовыми полями. Горы Муреа – своего рода национальный символ. Кстати, этот пик изображён на реверсе местных монет Тихоокеанских франков. А это дырявая гора. Желающим достичь её вершины нужно совершить долгое и небезопасное путешествие. Ну, ну что ж, удачи! На уикенд, который здесь начинается со второй половины дня пятницы, многие жители Папе-Эте оставляют шумный город, чтобы отправиться в лагуну Муреа. Такое ощущение, что на Муреа только и делают, что отдыхают. Не проходит и недели без того, чтобы какое-нибудь круизное судно не бросило бы якорь рядом с Папе-Эте. И как повсюду в Полинезии, здесь много отелей. Слишком много. Закрытый несколько лет назад отель «Средиземноморский клуб Муреа» разрушается. Сейчас шесть утра. Лампы большого маяка на мысе Венеры пока не горят. На пляже молодые островитяне играют в футбол. Возможно, они мечтают повторить судьбу Веруа, одного из немногих полинезийских футболистов, участвовавших в чемпионате Франции. Здесь, когда видишь этих женщин и их беззаботных детей, Франция вдруг начинает казаться безумно далекой. Она кажется практически нереальной. Заканчивается тренировка грибцов на пирогах. Которые, в свою очередь, мечтают стать чемпионами Полинезии. Субботний вечер. Порт ППТ. Набережные неспешно заполняются. Возле ларьков, работающих до позднего вечера, многолюдно, особенно если на площади ВАИТ идет представление. Для многих полинезийцев ППТ – мираж, абстракция. Все эти улицы, бульвары, дороги – суета. Потрясение может оказаться слишком сильным. Некоторые не пытаются этому противостать и возвращаются к себе. На Таити опустились сумерки. Только горы Мура различимы в закатных лучах. Пора возвращаться. Субтитры создавал DimaTorzok